Приморские синхронистки завоевали медали всероссийских соревнований. Крупный ежегодный чемпионат под названием «Черноморская русалочка» завершился в Сочи. Чтобы участвовать в нем, претендентки в течение года проходили непростой отбор, первенство города и края. В итоге в Олимпийскую столицу поехали 12 человек. По итогам пятидневных выступлений спортсменки из Владивостока завоевали две золотые медали и третье командное место. Наградами отметились Анастасия Зайцева и Александра Гавричкина. А вот в общекомандном за счете отличились синхронистки младше 12 лет. Помимо этого, судьи в конце соревнований выбирали лучшую спортсменку определенного года рождения. Награду лучшей русалки 2006 и 2009 года получили Алиса Мань и Анастасия Зайцева соответственно. Самая длинная велогонка в мире вновь заглянет во Владивосток. Знаменитый марафонский заезд «Транссибирян экстрим» стартовал в Москве и прошел уже через несколько городов страны. Традиционно в гонке принимают участие велосипедисты со всего мира. В этом году заявились спортсмены из России, Бразилии, Германии, Ирландии, Дании, США и Филиппин. Уникальный марафон претерпел некоторые изменения. Организаторы оставили только одну категорию соло. Также впервые в транссибирском заезде поучаствуют и девушки. Всем велосипедистам придется преодолеть 14 этапов за 24 дня. Общая протяженность маршрута составит более 9 тысяч километров. Владивосток вновь станет свидетелем долгожданного финиша заезда. Уже 10 августа приморцы смогут увидеть, кто из череды гонщиков сможет доехать до конца. Гонка героев стартует во Владивостоке. Ставшее уже традиционным спортивное мероприятие в этот раз пройдет на новом месте и с новыми правилами. Всех участников 22 июля ждут две категории – чемпионат и массовая гонка. В рамках чемпионата будут представлены четыре подгруппы – индивидуальные забеги для мужчин и женщин, парные забеги, а также командный забег «Микс». Это будут настоящие соревнования, в которых развернется борьба за медали и путевку на суперфинал гонки героев. Вторая же часть участников выйдет на полосу препятствий в массовой любительской гонке по 150 человек. Также нововведением в этом году станет отсутствие как таковых команд. Каждый будет бороться сам за себя. Полоса препятствий в этом году расположилась в арт-парке «Штыковские пруды». Дистанция трассы составит почти 10 километров. Так называемые герои пройдут через 21 препятствие, каждая из которых испытает все возможности человека. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.